Ну а мы ждем выхода спортсменов на следующий бой. В следующий бой все мои соперники удивлялись и это не будет исключением. У нас небольшие изменения. У нас небольшие изменения произошли в файт-карте. Вот вместо финального поединка весовой категории до 66 килограммов. Видимо там какая-то заминка. Не успели подготовиться к этому бою Дмитрий Варец и Сергей Куляба. И нас сейчас ожидает бой, супер-бой Энрику Гагохе против Уоррена Стивилманса. Хороший бой. Ну ладно, пойдем. Говорю я вам об этом, уважаемые телезрители, по той простой причине, что уже проанонсировал 5 минут назад другой поединок. И сейчас выход Энрику Гагохе. Ну что мы можем сказать? Опытный спортсмен. Доказал во себе, показал себя уже не первый раз. Умеет боксировать. И интересный спортсмен тактически, физически, функционально. Профессионал своего дела. Да, 27 побед и 5 поражений у Энрику Гагохе. И поражение, задумайтесь только от кого, это два поражения от Джабара Аскерова. Одно от Майка Замбидиса, то есть он сражался с лучшими. И иногда уступал, иногда одерживал победы. Это такая судьба профессионального кингбоксера, профессионального спортсмена. В любом случае, это один из таких шокеров. Я бы так сказал бы, Джабар это не как это называется. Но можно проиграть-то. Это, скажем так, непростой мальчик. И не стыдно совершенно, не стыдно, вот да, правильное слово. Надеюсь, что ему эти поражения только дали плюс. И он из них нашел лучшую пользу. Посмотрим сейчас. Hi, I'm Warren Staten. I'm from South Africa, living in Holland, fighting over the back of Western Amsterdam. I'm happy to be in Russia. It's a great country. Good boxing is a good thing. And W5 has given him a lot of fighters. Opportunity to be someone and to be in W5. Нам представляют Уоррена Стивилманса. Такое экспресс-интервью его. С титрами, которые позволяют нам понять, о чем идет речь. Ну, такие стандартные слова в подобных ситуациях. Он приехал побеждать. Конечно, странно было бы, если бы он говорил, что приехал не побеждать. Приехал проезжать, да. Хорошо подметено, да. Другого ничто не услышишь. Ну, бывают иногда какие-то интересные фронты. Ребята умеют себя показать, преподнести. Но сейчас, если бы он не так, как бы он встать. Он самый опытный боец Стивелманс. Пятьдесят восемь побед, двадцать два поражения. Но это как раз он тоже особенности голландской школы. Несмотря на то, что он и позиционирует себя как боец из ЮАР, Все-таки это тоже, но тренируется и живет он в Голландии. С нашими встречался он несколько раз. Поражение имеет раздельное решение от Бату Хасикова в 2012 году. Помним этот бой, да? Да, была битва в Калмыкии и победа над Джабаром Аскеровым в финале Глори 3 в том же 2012 году. Но Стивил Мац проиграл 6 боев подряд. И сейчас у него есть возможность сверга, он надеется прервать эту серию, эту черную полосу. Так что 6 поражений подряд в последнем боях совершенно не означает, что он сейчас на спаде. Возможно, наоборот, спад закончился и он готов к движению вперед. Но Коги, кстати, не тот парень, с которым можно прервать как раз его череду поражений. И это тоже очень хороший мальчик. И я думаю, что сейчас очень интересный бой-бой. Хотел бы еще раз сказать, в ринге профессионал своего дела Денис Сиденко, сам чемпион России по гейбоксу, сам был в ринге. Так что... Сейчас посмотрим, что у нас в боях. Вот сейчас Дениса представили опытный судья, сам спортсмен, сам боксировал, выиграл чемпионат России. А это непросто у нас сегодня стать чемпионом России. Просто непросто. Да, это Денис, пожалуй, самый узнаваемый рефери из смешанных единоборств и профессионального кикбоксинга в России. Такой наш российский большой Джон Маккарте. Да, да, да. Еще серьезно, мау-файта не хватает. Да, такой харизматичный парень и, ну, конечно же, большой профессионал. Уже сегодня мы с Сергеем Чупиногой говорили о нем, отдавали ему должное. Ну, а теперь все, внимание, в ринг. Поединок начинается. Сейчас тоже хорошо. Приноравливаются друг к другу спортсмены. Ну, как всегда, надо себя найти сначала, прочувствовать. Это трудно объяснить, мне кажется, но в ринге вот как раз вот эти первые движения там пристреливаются. Это как бы ты чувствуешь его реакцию, его способность мышечную, как он быстрый, резкий, медлительный. Вот сейчас такая. Ну, вы знаете, мне кажется, вот они уже приступили к делу-то. Уже начинают распускать руки, скажем так, уже не одним-двумя ударом, вот сейчас хорошо, а уже по два-три удара. Это уже говорит о том, что все, готовы, взяли БК за рога и погнали. Да, уже появилась вот эта дистанция, на которой готовы работать. Оформился сценарий, по которому примерно будет проходить этот поединок. И уже друг друга прощупали, да, то есть насколько у него скорострельность, насколько он быстрее, медлительнее. Ну, Энрико, мне кажется, чуть побыстрее, да, вот я так сейчас смотрю. Скажем так, вот полегче, что ли? Да, побыстрее. Раз, раз. Вот. Чувствительный, надо посмотреть Энрико. Он такой, на любое его движение сразу отскок подскок. Молодец. Держит, как это говорится, на вытянутой руке его. Да, и очень Уоррен Стивил Манс очень чувствительный как раз насчет дистанции. Даже проваливаясь, он мгновенно восстанавливает равновесие. Да, да. Но Энрико сейчас пока побыстрее. Посмотрите, уже и навстречу успел ударить. И здесь, смотрите, лево-лево-право. Красава. Три удара как один. Не всем это дано. Энрико молодец. И рядышком, видите, постоянно. Раз, раз рядом тут же. Раз, раз, рядом. Чуть отскочил. Вот, опять хорошо держит на руках, на вытянутых. По корпусу все чаще и чаще. Такие достаточно болезненные удары наносят Энрико. Да, и вот это восхищает. Молодец, что этажи меняют. Голова, голова, корпус. Голова, голова, корпус. Не дает к себе привыкнуть. Это его плюс большой. И на таких больших скоростях, с такими опытными спортсменами, вот это как раз и является ключом к тому, чтобы постоянно выбивать соперника из зоны комфорта. Да, да. Не давайте к себе заодно пристреляться. Вот, посмотрите, как хорошо. Чуть оттянулся, сразу двушку туда. Хлоп-быс. Молодец. Ну, пока он быстрее. Главное, чтобы не расслабился. Не почувствовал, знаете, вседозволенность. Да, первый раунд за Энрико. Тут никаких вопросов быть не может. Очень мощно отработал по корпусу своего оппонента. А вот как раз Стивел Манс пока что не может найти ключей вот к этой агрессивной манере. Как в гагухе. Окей. Видимо, что, ну, скажем так, в углу Энрику Гогохи все в порядке. Такая больше идет эмоциональный настрой. Ну, а нам показывают тейпирование, тейпирование главного участника сегодняшнего вечера, Андерсон Сильва. И Сергей Харитонов также, судя по всему, занимается тем же в данный момент. У нас второй раунд. Да, у нас второй раунд. Ох ты, хорошо так, с ноги прям сразу снизу. Очень хороший удар, очень сложный и попал. Молодец. Мне нравится, как она встреча хорошо бьет с левой руки. Молодец. Смотрите, какая хорошая боксерская техника, да, классика такая. Сразу шагом сайдстеп делает, на встречу бьет. Так, ну, пока ударов было много, но все в защите. Сивил Манс начал включаться, потому что он понимает, что уходит от него бой. Первый раунд проиграл в чистую. Второй ни в коем случае нельзя ему отдавать, если он на что-то рассчитывает. Согласен, мне кажется, вот сейчас голландец должен дать, вот, как это, жесткость. Он должен сейчас либо попытаться сломать, потому что по скорости он проигрывает там в два раза. Но сейчас таких скоростных ребят надо только ломать, вот именно физически давить, прижимать, поджимать. Что он, кстати, и взял. Что он сейчас и пытается сделать. Но очень много пропускает. То есть вот в этой рубке, опять же, пока что Сивил Манс проигрывает. Да, но Энрике он быстрее. А таких быстрых нужно, мне кажется, вот как раз и прессовать мощью. Вот видите, вот стараться всегда вперед, на удар идти, на удар. И вот он сейчас, мне кажется, эту тактику-то и понял, что надо. Но, к сожалению, Гогухи не дает ему особо-то разгуляться. Ну вот видите, что значит, постоянно шаг вперед, шаг вперед, поддавливает, поддавливает. Если он так будет держать, то у него есть шанс выиграть бой. Да, вот в углу оказывается Гогухи, но сразу же уходит с такой опасной позиции. Очень хорошая. Навстречу прям так очень жестко включается Энрико. Скажем так, идет вперед Стивел Манс, но вот этот поход, это продвижение вперед дается ему с ущербом, потому что на каждый шаг отвечает ударом Энрико Гогухи. Да, соглашусь с вами. Уже было огромное количество попаданий по корпусу и часто проходят через защиту эти удары. Ну да, по количеству ударов, конечно, проигрывает. Конечно, проигрывает, пытается идти вперед, да, но еще впереди рома. Может быть, знаете как, может, надломает вот этим своим желанием постоянно идти вперед. Такое бывает. Не может он никак к нему пристроиться. Идет вперед, да, но никак вот найти его не может. Смотрите, как сразу встречная, опять встречная серия. Да, сейчас первая двойка в защиту ушла. Он, знаете, как чувствует начало его атаки. Только тот пытается движение делать, он прям сразу ему туда серию включает. Молодец в этом плане, красавец. Да, это вот, это, кстати, такое умение, которое или есть, или нет, его очень сложно научить. Либо над этим надо просто фанатить, либо это дано от природы. Чувствовать свою соперника и на движение просто. Да, то есть начинать наносить тот удар, пока соперника в голове только созрела схема координации. Он только еще тактику строит, а ты уже включился. Ну, это большой профессионализм, большая работа. Процедура темпирования у Сергея Харитонова уже позади. Сейчас он разминается. Это тоже отдельная история, отдельный мир в раздевалках, то, что происходит перед боем. Вот те, уважаемые телезрители из вас, кто имел возможность посмотреть на телеканале «Бойцовский клуб» и на сайте «Спортбокс» серию наших программ, видеоблог команды «Русфайтерс». Там как раз Александр Шлеменко и другие наши бойцы объясняли эту все закулисную историю. И очень вам советую. Очень интересная тема. Третий раунд. Супербой. Энрико Гагохи. Уоррен Стивилманс. Ну, что-то там случилось. Капу, что мы не вставили, по-моему. Забыли про Капу. А этого делать нельзя. Так можно и зубы потерять. Да, вот чего-чего нельзя, так это Капу забывать. Ну, это, кстати, вот то, что забыл Стивилманс Капу, это тоже говорит о том... Это говорит о том, что тренер это, что-то сопли жует, другого слова нет. Как это так под своему пацануку забыть Капу ставим? Ты что? Он же отвечает за его здоровье в первую очередь. Да. Поэтому это минус его секунданта. Ну, да, Энрико пока опережает, опережает, молодец, чувствует. Ну, и плюсик поставим, конечно, у Уорена, да, правильно я его называю? Уорена. Да, что он молодец, пытается все-таки давить, прижимать. Ну, к сожалению, не дано ему от природы, видимо, опережать Гагохи. Но по своей, скажем так, скорости, конечно, он отстает. Уже, вот посмотрите, сейчас хорошо. Мне кажется, даже болтанул. Даже болтанул мне показалось. Так, как такой бык с Тореадором сейчас. Идет вперед старого Маза. Хороший сравнение. Много Гохи я не уловил. Да. О, да, болтанул, да, все-все, счет открываете. Молодец. Закрешительный удар. И вы знаете, самое интересное, что ни один удар сразу серии включает. Молодец, сразу два-три удара в серии. Теперь не расслабиться. Макдаун больше минуты остается до окончания. Хорошо, опять хорошо. Слева-то так хорошо бьет. Сейчас ничего не было, подскользнулись. Сейчас ни в коем случае, Энрико, нельзя расслабляться. Ну, молодец, смотрите. Характер-то не потерял. Хоть и упал, не потерялся. Он пытается, идет, размажется, любой ценой попасть. Но уже, видимо, все. Голова затуманилась. Уже тяжело. Реагировать уже, когда на пропускаешь кучу ударов, уже реагировать тяжело. Еще один. Да, видите, уже не реагирует. А надо бы вправо-влево корпус раскидать. Ну, все. Уже по-простому защищается. Просто поднятием рук. А это не есть хорошо. Вы, видимо, не подчиняется телу разуму. Вот, видите, уже молодец. Сейчас расслабился у нас Энрико. Уже начал, как это называется, вальсировать. Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Ну, почувствовал уже все. Разбил, скажем так. Но, к сожалению... Да, вот это третку устроил Энрико Гогоке Уоррену Стреллмансу. Третий раунд просто кошмарный получился для южноафриканца. Вы, уважаемые телезрители, все прекрасно видели. И только благодаря мужеству и силе духа Уоррен Стреллманс остался до конца стоять на ногах. Ну, что, молодец. Как вы и сами сказали, да, не тот соперник, не тот, чтобы прервать эту серию. Да, седьмое поражение подряд у Уоррена Стреллманса. Ну, а Энрико Гогоке улучшает свой послужной список. Это 28-я победа в его карьере на профессиональном ринге. Причем яркая, очень интересная. Мне очень было понравилось. И над очень сильным соперником. То, что у Уоррен Стреллманса не получилось ничего практически сделать, это не означает, что он слабый. Это просто означает, что в великолепной форме находится Энрико Гогоке. Не смог он своей, это, придавить его, скажем так. И скорость сейчас выиграла. Скорость, подвижность. Да, вот был бы чуть менее скоростной соперник у Уоррен Стреллманса. Да, бы слава Матева мог бы, но не Гогоке. Гогоке опережал его во всех отношениях. Был ключевой момент там во втором раунде, когда вот так началась эта рубка, да, пытался он... Начало второго раунда, скажем так. Ну, а может быть, Гогоке наоборот пытался чуть-чуть отдышаться, скажем так. Здесь уж совершенно точно не возникнет никаких проблем у судей насчет того, кому отдавать победу. Все ясно и очевидно. Это будет, да, глупость, если вдруг что-то произойдет. Такое не должно. Все, ну, явно выиграли. Это вот мы частенько показываем соревнования. Соревнования. Даже тренера соглашаются, да, с этим. Ну, еще раз. Друзья, господи, после конкурса, we have a winner by Hugh Penner's division from the Red Conner Enrico Kuton! Поздравляем! Enrico Kuton! Еще один блестящий бой мы сегодня увидели. Есть молодым, чему учиться. Есть молодым, что увидеть. Есть над чем молодым работать. Есть образец боя. Хороший бой. Победитель объявлен. Победитель объявлен. И сейчас будем ждать продолжение шоу. Совсем немного времени осталось до главного поединка сегодняшнего вечера. до боя за титул чемпиона W5 в основной, в абсолютной весовой категории между Андерсоном Сильвой и Сергеем Харитоновым. Получают подарки оба спортсмена. Получает заслуженные аплодисменты Enrico Kuton. Ждет главное событие сегодняшнего вечера. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧЕСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ